Мы продолжаем наш эфир и вскоре с Ольгой Курносовой обсудим российским оппозиционным политикам очень интересное сообщение из Российской Федерации. Но давайте начнем вот с случая. Дело в том, что вы все знаете, что на руинах Марьинки российские войска ежедневно проводят штурмовые попытки захватить этот украинский город, ну точнее развалины, которые от него остались. И вот один из оккупантов даже оставил на одной из бетонных плит такое, знаете, завещание, что ли, памятное о себе. И вот маме, родственникам этого погибшего на чужой земле, россиянина, эту плиту привезли. Кусок бетона в обмен на человеческую жизнь. Давайте об этом вот короткое видео посмотрим и его обсудим. Надпись, которую ваш сын оставил в подвале 73-го дома на рубеже 1300 на северном пункте Марьинка. Они нашли. Желание было, чтобы мы позаботились о вас и помогли вам, и его сестре, и брату. Ну, 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 ну. Командир полка сказал, чтобы вы приняли решение. Либо камень дома остается, либо мы его сейчас везем с полковыми. Вот. И отреставрируем, сделаем, чтобы он не покрошился, не этот самый. Отреставрируем. Отреставрируем. Слушайте, ну, давайте подключать Ольгу Курносову к нашему эфиру. И уже ей поставлю вопрос, который крутится в голове. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire в нашем эфире. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, история, с одной стороны, ну, не знаю, не комедийно-сатирическая, с другой ужасная. То есть, вот в обмен на сын на кирпич, да? Как вообще вот эта ценность выглядит сейчас для вот этих жен, матерей, родственников мобилизованных, которые погибли? Им это нормально? Они это воспринимают как окей, в принципе, так и может быть? Ну, кому-то нормально. Кто-то пытается протестовать, как мы видим. Поэтому, ну, все люди разные, да? Кому-то камень, кому-то белую ладу калину, кому-то все-таки жизнь своего родного человека. И, собственно, поэтому они пытаются что-то там говорить и как-то обращаться к Путину. И, конечно, всем наплевать на это, ну, властям, по крайней мере. Тем не менее, они пытаются. Да, эти попытки, конечно, выглядят довольно-таки странно. Смотрите, хотелось бы с вами обсудить еще одну тему. Газета Wall Street Journal, издание, опубликовала историю превращения нынешнего секретаря Собеза России в правую руку. Это цитата Владимира Путина. И по данным изданиям, именно вот этот самый Патрушев и является организатором убийства Евгения Пригожина. Два вопроса в одном. Ну, во-первых, какова роль Патрушева, по вашему мнению, в истории с Пригожиным? А во-вторых, на самом ли деле вот сейчас, по состоянию на конец 23-го года, Патрушева можно называть правой рукой Путина? Или все изменилось в этом кремлевском пассиансе? Ну, по большому счету, толком положение разных людей внутри кремлевской иерархии мы не знаем сегодня. Но то, что Патрушев по-прежнему остается одним из близких Путину людей, это точно. Что касается ликвидации Пригожина, то почему бы Патрушеву это и не организовать? Другое дело, что такого рода мероприятия невозможны без какого-то согласия Путина. Это может быть простой кивок головы. Понятное дело, что никому письменный приказ не нужен. Но то, что это была история, согласованная с Путиным, это совершенно точно. И то, что Патрушев правильно считал, что Пригожин достаточно опасен, потому что реально попытка переворота, это была попытка переворота. Действительно, Пригожин пытался сместить Путина и сам возглавить Россию. Другое дело, что он не все достаточно хорошо рассчитал, немножко слишком о себе многого замнил, но и, собственно, за это поплатился собственной жизнью. Вернее, даже не за это, а за то, что побоялся, не рискнул довести свой замысел до конца. Потому что, конечно, непонятно, смог бы он победить или нет, но, по крайней мере, у него был бы шанс, в отличие от подрыва самолета, во время которого шансов у него не было вообще. Ольга, не могу вас не спросить про так называемого кандидата от оппозиции, которого зовут Екатерина Дунцова. Она единственная на данный момент, которая подала документ в ЦИК. Ее не допустили до сбора подписей. Такое решение единогласно приняли на заседание ЦИК. Претензии комиссии были связаны с ошибками в оформлении документов. Скажите, получается, боятся даже такого, ну, не карикатурного, но, давайте откровенно, несерьезного кандидата с какой-то точки зрения? Или он все-таки серьезный, и мы недооцениваем вот суть происходящего в этой псевдоэлекторальной гонке? Ну, для меня было очевидно, что ее не допустят до сбора подписей, и не потому, что она серьезный кандидат, а потому что вообще такая история, как сбор 300 тысяч подписей по всей России, а значит, какой-то разговор с людьми о том, что путинская комарилия все делает неправильно, это история неприятная для властей, и поэтому она не должна существовать. И, собственно, удивительно, что те люди, которые занимались ее выдвижением, этого не понимали. На мой взгляд, это было очевидно, и уж стало совсем понятно, ровно в тот момент, когда нотариуса, который заверял документы, вызвали в Минюст. Так что, ну, если такое давление оказывается, понятное дело, что мало кто в сегодняшней России может выстоять в такой ситуации. Ну, и отдельная история, извините, все-таки, когда вместо подписи рисуют котика, да, но это же тоже как-то немножко несерьезно. Про котика уже там весь интернет сегодня этим котиком забит, и по большому счету, собственно, подписант не отрицает, что именно котиком он расписался. Ольга, не могу вас не спросить о, мне кажется, таком, знаете, сатирически-упознавательном случае. Человек, который обещал по миллиону рублей со своего кармана за уничтоженный каждый леопард на территории Украины, Николай Басков, недавно опустился на землю, точнее, его российское законодательство опустило. Супер пропагандистский певец, который поклоняется Путину, кажется, вообще в любом интервью. Значит, недавно его оштрафовали на один миллион рублей за то, что он выпустил, за то, что в его клипе «Странник», который, вот тут важно, вышел еще 11 лет назад, цитирую, лирический герой Николая Баскова изображен с другим мужчиной на фоне атмосферы гедонизма и разврата. В клипе также показаны сцены сексуального характера между женщинами. О, ужас. И суд принял решение при первом рассмотрении дела оштрафовать Баскова. И более того, оштрафовали, так понимаю, канал, который транслировал этот клип. Объясните, пожалуйста, что происходит? Не является ли это каким-то новым поворотом, что вот даже своих-своих, казалось бы, ну, не знаю, там Басков, Лепс, Машков, ну, вот Чечерина, ну, кто следующий? Кому еще прилетит? Ну, во-первых, чтобы жизнь бедов не казалась. Во-вторых, все время же, когда идет речь о признании, например, мифического движения ЛГБТ экстремистским, да, там все же говорят, ну, извините, а сколько представителей, собственно, ЛГБТ есть в шоу-бизнесе. Ну, и чтобы как-то отбиться от этого всего, ну, вот решили немножко этот самый шоу-бизнес пощипать из него перья, да. Вот на вечеринку ополчились, которую Ивлеева устраивала, там Васю на 15 суток посадили, ну, вот на Баскова штраф наложили. Ну, как-то это, что называется, сдерживайте свои сексуальные эмоции, не надо их демонстрировать нервной публике. Россия не нервничают. Ну, кстати говоря, относительно той самой вечеринки, да, напомню, наши зрители, Настя Ивлеева закатала вечеринку, все пришли, ну, как бы это так мягко сказать, не очень одетыми. Сама виновница торжества пришла в нижнем белье, скажем так, с изумрудов ценой где-то там 20, кажется, миллионов рублей, в то время как российским матерям дают пачку пельменей из-за погибшего мужа. Вот правда ли, что даже эта вечеринка, она нашла, ну, такой недружественный отклик в самой России, там якобы и мобилизованные россияне, которые воюют в Украине, нарушают все возможные военные законы, возмущали, записывали видеосообщения под Настей счет. Было ли такое? Было, было, конечно. Собственно, многие говорили, что это первое время чумы, причем с разных сторон. Да, это возмутило и одних, и других, и пятых, и десятых. Но, собственно, вот этот бомонд, он как был, такой и остается. И он хочет показать, что война совершенно не причина отказываться от своих привычек. И, собственно, он это демонстрирует. Но в данном случае, видимо, и власти хотят показать, что все-таки правила игры изменяются, и так себя вести будет уже сложно. Если хочешь проводить вечеринку, то закрытую, без фотографий. Развращайтесь в своем доме, а не в клубе. Не могу вас не спросить о том, что Навальный пропал из виду уже на 17-й день. Начали в Нью-Йорке, собственно, задавать об этом вопросы, в том числе различные институции. И в двух словах объясню, что Алексей Навальный на судебное заседание не появляется. А судебные приставы констатируют, что установить, где подсудимый, как бы не могут. Как рассказали BBC некоторые эксперты в России, разрешают ведомством скрывать эти данные, но мировые законы трактуют это иначе. Еще, кстати, важно отметить, что кроме Навального, непонятно, в каком состоянии, где находится муниципальный депутат Алексей Горинов, оппозиционер, и политзаключенный Андрей Пивоваров. Как вы думаете, может ли происходить какое-то ухудшение ситуации с их содержанием, или почему их не показывают? Или это просто как политические символы накануне так называемых выборов в России пытаются скрыть еще больше? Смотрите, с Навальным вообще очень странная история, потому что буквально на следующий день после его пропажи вышел вот этот пост, который вызвал много вопросов о том, что надо участвовать в так называемых выборах и голосовать за любого, кроме Путина. Потом оказалось, что уже на этот момент местонахождение Навального было неизвестно. И вот с тех пор мы так и не знаем его местонахождение. Видите, сколько уже событий произошло за это время, и Дунцова подала документы, и отказали в регистрации. А про Навального мы до сих пор знаем лишь то, что, скорее всего, он находится на этапе. Надеюсь, что все-таки местонахождение его будет установлено в ближайшее время, но, к сожалению, мы понимаем, что скоро в России начинаются долгие праздники. И если до Нового года, до, условно говоря, числа 28-го мы ничего не узнаем, то потом, только после 10-го нам что-то скажут. Но это, конечно, не может не волновать, потому что все начинают думать о самом худшем. Все-таки все помнят историю с отравлением Навального, когда его, собственно, с трудом откачали. Ольга Владимировна, раз уж мы уже вскользь так заговорили о так называемых выборах Российской Федерации, которые пройдут в марте следующего года, наверное, пройдут. Вопрос, правда ли, разнится информация, что вечные кандидаты в президенты Российской Федерации Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский в этот раз баллотироваться не будут? Так ли это на самом деле? Если да, то почему? Ведь как раз идеальные кандидаты, по-моему, для Путина, чтобы казаться молодым и сильным. Смотрите, да, это так, потому что Явлинский подтвердил, что он не будет баллотироваться буквально сегодня в эфире «Живого гвоздя». Сегодня же проходит съезд Капонистической партии, они выдвигают Николая Каритонова. Я напомню, что Николай Каритонов уже баллотировался на вторых путинских выборах в 2004 году. Там еще, помните, был охранник Жириновского «Малышки». Собственно, это говорит о том, что, видимо, все-таки в Кремле каких-то вещей даже на этих псевдовыборах опасаются, и поэтому пытаются минимизировать кандидатов с одной стороны, а с другой стороны выставить наименее проходных. Видимо, все-таки, когда мы говорим о цифрах, что они нацелились на 82 или 86 процентов голосов за Путина, видимо, это правда. Ну и, Ольга, еще позвольте обсудить мнение посла Германии в Российской Федерации. Не часто он делает подобные заявления. Александр Ламсдорф его зовут. Он заявил, что наблюдается осторожный отход россиян от поддержки войны против Украины. Считает, что на смену поддержки войны приходит нечеткое стремление к миру. И желание вернуться к нормальной жизни. Ну, причина это, конечно же, изоляция, сложность попасть в другие страны, санкции и так далее. Вот, честно, я это очень субъективно ставлю под сомнение. А вы что скажете? Какие сигналы сейчас от российского общества поступают? Ну, во-первых, антивоенные настроения действительно растут. Да, но действительно есть достаточно большая часть россиян, которые ощущают все происходящее как крушение своей жизни. Ну, понятное дело, что это те люди, которые могли себе позволить хотя бы на отдых выезжать за границу, и которые теперь этом всего лишены. И они хотели вернуться в состояние до 24 февраля 2022 года. Но это не означает, что рост этих антивоенных настроений приведет к каким-то событиям уже завтра. Да, такой рост есть, но во что-то канализировать их пока очень даже непонятно. Но, видимо, в Кремле тоже видят эти цифры. И, собственно, ровно поэтому в том числе не регистрируют с одной стороны Дунцову, а с другой стороны дают приказ Явлинскому не баллотироваться. Для того, чтобы даже никакой возможности вдруг кому-то покажется, что это действительно выборы, а не псевдовыборы, как совершенно очевидно для всех. И вдруг кто-то захочет проголосовать за альтернативного кандидата. Не надо рисковать, не будем. Ольга Владимировна, спасибо вам большое за четкий анализ. Как обычно, Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала AfterEmpire, присоединялась к эфиру телеканала Freedom.